Я думаю, что и с медицинской, и с биологической, и социальной точки зрения смысл жизни в передаче своего гена от своих предков к своим потомкам. Есть, как мы уже говорили, люди, которые помогают передать чужое, и может быть это способствует сохранению вида, но поверьте мне, все-таки это суррогатный вариант, который замещает. Это как те женщины с собачками, которые ходят вместо детей. Да, помогает, но да, хорошо, да, приятно, да, все приветствуют, но для глобального биологического вида это не столь существенно, абсолютно мизерно, поэтому в первую очередь смысл жизни в передаче, это не только у человека. И более того, мы не сильно отличаемся, поверьте мне, от животных. Они тоже чувствуют, они тоже думают, они тоже решают так, как мы, по-другому, это пусть философы и церковные. Да, вы знаете, кстати, что буквально небольшим перевесом голосов на христианском соборе был решен вопрос, есть ли у женщины душа. Поэтому только недавно женщина официально наделена душой. До этого как-то считалось, что женщины, собаки, кошки и все прочие, они бездушные. Я, кстати, придерживаюсь противоположной точки зрения, как вы поняли, я считаю, что душа есть не только у женщины, она есть и, хотел сказать, у других животных. Но это будет неправильно, это шутка, конечно. Но то, что есть и у мужчин, и у женщин, скажу, у детей, и у животных, у них у всех есть душа. Каждый чувствует по-своему, каждый ощущает. И из этого даже, мне кажется, растения, у них, кстати, есть память, они запоминают, в каком контексте это, насколько разница велика, я не берусь сказать. Смысл жизни в передаче своего генотипа.